Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, грубые нарушения в зоне ответственности российского миротворческого контингента продолжаются. Так, 24 марта в очередной раз было зафиксировано движение колонны, осуществлявшей незаконные военные перевозки для армянских сепаратистов по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу. Примечательно, что перевозка боеприпасов и топлива производилась в сопровождении РМК. Отметим, это не первый случай использования данной дороги незаконными армянскими формированиями. Напомним, 5 марта поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. Тогда при попытке остановить сепаратистов шахидами стали двое военнослужащих азербайджанской армии. С вопросом о том, почему РМК сопровождает незаконную перевозку в зону своей временной ответственности и какими могут быть последствия данных действий, Баку-ТВ обратилась к военному эксперту Шаиру Рамалданову. Конечно, формально можно отнестись к этому так, что российские миротворцы обеспечивают безопасность армян, которые находятся на территории Азербайджана. Но абсолютно сопровождение военных грузов, принадлежащих незаконным военным формированиям сепаратистов, это не входит в обязанности российских миротворцев. Мало того, это противоречит миротворческой миссии российских миротворцев. Поэтому, конечно, действия российских миротворцев, которые мы часто видим в видеокадрах, когда они сопровождают военную колонну, которая имеет отношение непосредственно к сепаратистам, незаконным военным формированиям, то тогда, конечно, стоит вопрос, чем тогда занимаются российские миротворцы. Ведь ясно, на сегодняшний день в экономической зоне Карабаха, где временно размещены российские миротворцы для сближения двух народов, интеграции двух народов, армян и Азербайджан, проживающих на этой территории. Но ни в коем случае не зашита, не охрана, не обеспечения безопасности незаконных военных формирований, которые находятся на территории Азербайджана. Об этом говорилось на всех встречах. Есть конкретный юридический документ, где четвертым пунктом в трехстороннем договоре определено о том, что незаконные военные формирования должны быть выведены из территории Азербайджана. Тем более лицам армянской национальности в зоне, где размещены временно миротворческие силы России, не угрожают никакой опасности со стороны Азербайджан. Конечно, мы понимаем. И после встречи в Сочи, когда премьер-министр Армении Пашиньян сказал мнение, вернее, то, что хотела сказать Россия или то, о чем, какие цели она преследует, конечно, из уст Пашиньяна нам стало ясно, что российские миротворцы или российская федерация думают продлить мандат на территории Азербайджана. Поэтому для того, чтобы продлить мандат на территории Азербайджана, естественно, они делают все для того, чтобы эта напряженность сохранялась, делают все для того, чтобы были основания, как они считают, для того, чтобы после первого срока они могли продолжить свою, в кавычках, уже миротворческую миссию. Конечно, что не совпадает с интересами Азербайджана. Поэтому я думаю, что азербайджанская сторона как строго поставила, так и будет поступательно добиваться того, чтобы на границе Азербайджана и Армении стояли механизмы контроля. Это пограничный контроль и таможный контроль. Рано или поздно Азербайджан этого добьется и поставит. Только после этого мы можем говорить, что мы контролируем все грузы, которые проходят на азербайджанскую территорию.